В Хангаласском районе работает одна ледовая переправа Покровск-Титебя, но уже завтра ее планируют закрыть. А с 15 апреля на нее запрещен выезд к крупногабаритному транспорту. Другая переправа Максоголов-Качикадцы уже закрыта. Об этом говорят и дорожные знаки, точнее говорили, ведь сейчас ни одного из них у переправы нет. В ситуации постаралась разобраться Саргалана Ильина. Выезд на лед запрещен и ни одного соответствующего знака. Такова ситуация на ледовой переправе Максоголов-Качикадцы. Знаки были уничтожены неизвестными лицами, но отсутствие знаков не отменяет запрета на выезд на лед и грозит злоумышленникам наказанием. За данное правонарушение будет наложено на граждан от 5 до 10 тысяч рублей, согласно КАПО РФ. А на должностных лиц до 25 тысяч рублей, на юридическое лицо до 300 тысяч рублей. То есть хотелось бы ограничить, что которые знаки установлены непосредственно в ледовых переправах и запрещают движение в данном направлении, ни в коем случае трогать нельзя. То есть за это нарушение можно, вплоть до уголовной статьи, то есть тут идет как бы кража, да, кража УК РФ. То, что знаков нет, не только не отменяет запрета на переправу, но говорит о том, что ездить по этой дороге не разрешается совсем. Если дорога не оформлена, как положено, никакими дорожными знаками, информационными счетами, она считается несанкционированной. Несанкционированная дорога, никто гарантию не дает, что там можно проехать, никто за ней не следит. Мы пишем предписание, чтобы ее перекрыли, установили дорожные знаки, допустим, движение запрещено или выезд запрещен. Такие несанкционированные дороги считаются, которые раньше были официальными и уже по распоряжению они закрыты. Поэтому отсутствие дорожных знаков не значит, что там можно ездить, потому что люди несознательные, ломают эти знаки и считают, что можно ехать. Просто они едут на свой страх и риск. Дороги закрыты, значит закрыты. 20 апреля закроются все ледовые переправы в Хангаласском Улусе. Инспекторы ГИМС и ГИБДД совместно с административной комиссией вышли на рейд с разъяснительной профилактической работой. Сарглана Елена, Федор Тарасов, НВК Сахах, Хангаласский Улус.